Гранты раздали да не всем. Многие изобретатели, бизнесмены и общественники недовольны тем, как была распределена господдержка. Сегодня общественная палата совместно с представителями министерств и прокуратуры собрались, чтобы подвести итоги конкурсов на гранты и предложить свои изменения в процесс рассмотрения заявок соискателей. Подробности у Раиса Тьюсуповой. За круглым столом общественники и правозащитники и все как один уверенный конкурс по отбору победителей на гранты проходил с нарушениями. Заявки не рассматривались, как того требует инструкция. Ведомства занимались формализмом, а господдержку получили и те, кто ее вовсе не заслуживает. Представьте, в сельской местности находятся люди, которые видят, что этот грант выдан непонятно для чего. Мне кажется, худшей дискредитации этого гранта просто нет. Мы всю саму идею, можно сказать, хороним. Вот когда есть убежденность, что да, я работаю немножко хуже, ну мы или работаем в равных условиях, но ему все-таки дали, ну это еще ладно. А когда гражданин видит ситуацию, когда никакого производства нет, а грант выделен, вот это, считаю, очень плохо. По мнению омбудсмена, никто не следит за тем, как гранты расходуются. Вручили и забыли. По словам общественников, большой резонанс вызвали жалобы по распределению грантов для поддержки малого и среднего бизнеса. У нас есть люди, которые получают постоянно гранты, а их не работают люди, не видят. Но они каким-то образом умудряются получать гранты. Понимаете? Мы общественники, мы все друг друга прекрасно знаем, кто работает, кто из себя представляет. И когда мы видим людей, именующихся и позиционирующих себя как крупные общественные деятели, деятельность, которая нам вообще не видна, но стабильно получающие гранты, это вызывает очень большое возмущение среди общественников. Один из неудачливых претендентов на получение гранта – Гаджимурат Рабаданов. Его проект – это запатентованная инновационная технология по выращиванию винограда. Позволяет увеличить урожайность в 10 раз. Тем не менее, поддержки от государства он не получил. Я подал документы на грант. Приняли мои документы, тщательно все проверили. А в конце взяли, отказали, якобы земля ГУПовская, не зарегистрирована регистрационная палата. Ведь ГУП же – это правительство, Министерство Хузовской организации. Регистрация здесь нужна, они сами могли бы этот вопрос решить. Или заранее не приняли бы документы, я бы субаренду взял бы землю, подал бы документы. До последнего держали мои документы и потом отказали. По итогам слушаний общественники разработали рекомендации, которые, по их мнению, должны сделать конкурс на гранты более прозрачным. Мы посмотрим, мы сейчас делаем предложение, и мы посмотрим, примут эти предложения или нет. Мы будем настаивать на этих предложениях, и мы добьемся, чтобы их приняли. Общественники рекомендуют исключить возможность участия в конкурсе госбюджетных учреждений республики, повысить статус экспертных комиссий по рассмотрению заявок. Причем эксперты не должны иметь родственных отношений с грантополучателями. Информацию о победителях размещать на сайтах министерств операторов с указанием суммы гранта и местности, откуда поступили заявки. Общественники приняли всего 13 рекомендаций. В том числе они предлагают получателям гранта в течение месяца после завершения проекта предоставить финансовый отчет, а надзорным организациям выборочно проверять расходование бюджетных средств. Райсет Юсупова, Эльдар Исмаилов и Расул Дибиров. Время новостей.